А дорогие друзья, мы с Василиной Ильиничной вновь с вами в нашей приятной, тёплой, немногочисленной, к радости и сожалению компании, маленьких любителей философии. И мы сегодня начинаем то, что мы обещали в прошлый раз. Вот у нас до сократики закончились и теперь начались сократики. И прежде чем мы придём крупным сократикам, у нас будут очень крупные сократики, впрочем, повлиявшие и на историю философии, и на историю культуры довольно сильно. И, а чё и? Я какое-то ещё и хотел добавить, я забыл что. Правда, что же я хотел сказать? Но я тогда вместо того, чтобы тупить, я такой эпиграф. Сегодня у нас киники будут. Но не все киники, а их основатель, антисфен. Но самый знаменитый китик, китик, котик, киник, это Диоген Синопский. И вот я хотел рассказать про него один из анекдотов. Про него огромное количество анекдотов. Они же с Платоном сильно враждовали. Вообще киники и платоники друг друга сильно не любят. И однажды Диоген пришёл к Платону домой, а Платон жил в роскоши. Ну, а Диоген мы понимаем, да? Это что-то другое, чем роскошь. И он грязной своей ногой наступил на его дорогущий персидский ковёр. Прям грязной лапой своей, босой. Бам! И говорит, попираю твою гордыню. Платон ответил, своей. Вот. Это немножко о киниках. И, да, вообще я их, я лично их не люблю. И есть за что. Может быть, даже сейчас прям скажу за что. Но по-хорошему я стараюсь вести нашу карту по философии так, чтобы мы могли их полюбить. Мы могли их понять, проникнуться и даже испытать к ним симпатию. И, в принципе, и Диоген, и Антисфен симпатию вызывают определённую. И восхищение, и восторг, и ужас, и отвращение, и симпатию. Но вот за что я их не люблю. В прошлый раз мы говорили про пост-иронию. В чём она заключается? В том, что сам ироник запускает свою иронию так, что он начинает высмеивать собственную иронию. То есть его ирония высмеивает саму себя. И это такая красивая рекурсия. Ну, например, знаменитейшая вот эта фраза Сократа, приписывая ему, что я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого. Оп! И такой наворот. И как изящно. Это красиво, это изящно. Кинники не про это. Они не любят изящные ходы, они презрительно относятся к изящным ходам. Они хотят простоты. Очень такие сложные, замороченные люди, хотящие простоты. Очень такие по-своему душнилые, говорящие о простоте. Много говорящие о простоте. Чуть было не ляпнул пишущие многочисленные труды о простоте. Но по-хорошему они старались не писать. Впрочем, от Антисфена до нас не дошли. Но остались определенные обрывки. У него были письменные работы. От Сократа письменных работ ноль. От Диогена тоже ноль. От Антисфена вполне есть. Но прежде чем к Антисфену мы перейдем, я напомню, что в принципе любая, как сказать, хорошая, добрая философия, ну в смысле добротная, это этика, теория и практика. То же самое, как и психоанализ. Этика, теория, практика. И если платоники пошли по этому пути, но ударение сделали на теорию, то для кинников теория вообще какая-то лишняя вещь. Давайте уйдем с головой в практику. А что такое практика для кинника? А что такое практика для кинника? Это же он что делает? Вот как тебе кажется? Он, наверное, строит свою жизнь вокруг какой-нибудь аскезы. Сечения вообще, то есть как практика, практика ничего лишнего. Да, ну насчет ничего лишнего, конечно, он об этом говорит, но вся его жизнь является чем-то очень лишним. С разных сторон, как ни посмотри. Но ты произнесла уже первое слово из нашего тезауруса, это аскеза. Но мы к ней придем попозже. Но да, да, аскеза это тезаурус кинников. Кинники или циники? Можно прямо так сказать. Кинники или циники? Это одно и то же слово. Просто циники это читается по латыни. А знаешь в чем еще? Почему я сказал, что лишнее? Лишнее-то там есть. Они, конечно, изо всех сил делают вид, что там ничего лишнего, убрать все ненужное. Но что они делают лишнего? Они постоянно совершают вбросы. Социальные, общественные вбросы, разрушающие мораль и нравственность. То есть они идут в общем, как им кажется, и они уверены в этом, убеждены, что в отличие от Платона, или там был такой Исократ, мы его не коснемся, политик. То есть есть Сократ, а есть и Сократ, это его ученик. В отличие от них и от Ксенофонта, они идут по пути Сократа, как им кажется. Каким образом? Они разрушают мораль и нравственность и выделяют этику. То есть вот личную этику, единичную, индивидуальную этику человека, как им кажется, они выделяют. То есть они пытаются избавиться от всего коллективного? Все коллективное, прямо вот забегая вперед, все коллективное это зло для Кинника. Поэтому, конечно, это не про Платона, естественно. Ну какой Платон? Они говорят, да, Сократ занимался политикой, этикой и политикой, и мы тоже. Политика, это знаешь, вот похоже, это похоже, вот на кого это похоже. Был в 19 веке такой неогегельянец Макс Штирнер, единственный и его собственность. То есть это вот такой вот анархизм одного человека, вот он разрабатывал. Очень интересный, между прочим, мыслитель. И вот это очень похоже на них. Я просто к тому, что по факту сейчас же тоже какой-то культ индивидуализма, вот этот либеральный пафос весь. Да, есть, но они и против него тоже бы протестовали бы, потому что он навязывается, потому что он совершает насилие над индивидуумом. А они терпеть этого не могли, у них аллергия была на это. Как положено, родоначальник этого движения имел большие проблемы с происхождением. Как родоначальники таких движений имеют. Огромные проблемы с происхождением. В девятнадцатом веке таких было полно. И они совершили грандиозные культурные повороты. Вот. У него мать была рабыня, а отец гражданин Афин. Он взял себе рабыню в жены. Естественно, она стала после этого сразу же свободной. И ребенок, он, конечно, не считается рабом. И он считается гражданином Афин, но с ограниченными возможностями. Он не имеет права участвовать в политической жизни. Соответственно, так как у него меньше прав, чем у обычного гражданина, у него меньше обязанностей. Он не обязан соответствовать моральным нормам. Если Сократа за несоответствие моральным нормам присудили к смерти, то антисфена никто бы не смог этого сделать с ним. Между прочим, какие-то прям мудрые законы, я хочу сказать. Мне нравятся такие законы. Что-то в них есть. Да. Справедливо. Да, то есть, пожалуйста, ну ты не должен, ты не обязан, да, но тогда ты не можешь. Но если ты не можешь, ты не должен, не обязан, с тебя спроса никакого. С него не было спроса юридически, не было. И он прекрасно это знал и пользовался этим. То есть, наш мальчик родился в 455, ну это все предположительно, потому что считалось по Олимпиадам, когда Олимпиады проходили, поэтому мы не знаем тут четких дат, но вот между Олимпиадами получается. Родился, предположительно, в 455, умер, предположительно, в 366. 90 лет. Столько же проживет Диоген. Очень много. Ну, то есть, немало, так скажем, да. У нас уже был один чемпион, тот вообще 101, да. Но, значит, он учился у софистов, самых выдающихся, у Продика, Гиппия и больше всего у Горгия. Ну, Горгия, ты знаешь. Учился произнесению речей, и свидетели говорили, что речь его была настолько сладкой, что она очаровывала любого, кто ее слушал. И он выступал публично с речами. Ну, как публично. Его бы никто не допустил до Агоры, да. Но на рынке, ну, говори, что хочешь. Там народ собирался, слушал. Вот, он, значит, а потом он встречает Сократа, забрасывает софистов. Он, правда, продолжает с ними общаться, но Сократ для него все. А он жил за Афинами, 8 километров от Афин. И вот он каждый день, как встретил Сократа, он каждый день проходил 8 километров туда, общался с Сократом, всегда был с ним, всегда был рядом с ним, и потом 8 километров обратно шел. Каждый день, много-много лет. Он присутствовал при казни Сократа, в отличие кое от кого. Что вызывает у этого кое-кого явный стыд, про кого мы будем говорить позже. Он присутствовал при его казни. И помнишь, да, кто на Сократа... Помнишь эти имена, кто на Сократа в суд-то подал? Амин какой-то, по-моему, его звали. Ты смешиваешь два имени в одно. Анит и Мелет, или Милет. Ну, будем говорить Милет. Анит и Милет. И он... Что он сделал? Он им отомстил. Он уже умел управлять, манипулировать мнением публики. И он стал произносить речи о том, какого великого человека они загубили. На рынке в том числе. И постепенно-постепенно Афины начали каяться. А потом пришли двое юношей в надежде увидеть Сократа и начать у него учиться. Он говорит... И он так это громко говорил, чтобы... Ну, вот на улице он их встретил. Он громко говорил. Они еще думали, что Сократ жив. Еще не знали, что он был казнен. И он их повел. Говорит, я вас поведу. Ну, и народ идет за ним. Куда он... Он-то в курсе, да? Куда он их ведет? Он приводит их к дому Анита. Говорит, вот этот гораздо круче Сократа. Он гораздо умнее его и успешнее его. И денег у него больше. И вообще он победил Сократа. Поэтому учитесь у него. Ну, и народ в ужасе. Начинает роптать. Начинается... Вообще потом это постепенно переходит в следствие. Начинаются суды. И Милета за это дело казнят. А Анита высылают из Афин навсегда. Вот это сделал наш мальчик Антисфен. Так, а за какое это дело? Я что-то не поняла в итоге. Он возмутил. Он как бы поселил гнев. Сначала раскаяние, а потом гнев в жителях Афин. Что вообще натворили? Ну, а если люди раскаиваются и стыдятся, да? Соответственно, они ищут, кто виноват. А кто виноват? Анит и Милет. Ну, кто виноват? Правда, Анит и Милет не присудили его к казни. Они просто подали на него в суд. Ну, там уже понятно. То есть он умел манипулировать. В общем, именно вот публичным мнением таким. Очень непростой был товарищ, да? Который к простоте всех склонял. После этого он разрывает полностью отношения со всеми, во-первых, софистами. Он говорит нафиг. Почему нафиг? Потому что софисты, во-первых, не преследуют истину. Они не хотят истины, да? Они в своих речах, им истина не интересна. А он говорит, а мне не интересны такие люди. Во-вторых, он разрывает отношения со всеми учениками Сократа. Со всеми. Особенно с Платоном. Он говорит, вот это просто мерзавец какой-то сущий. Почему с Платоном? Потом мы коснемся его учения. И где он с ним не согласен. И открывает. А, да. И софисты за деньги. И Платон учат за деньги. А Сократ за деньги не учил. Он говорит, что это за предательство вообще нашего учителя Сократа? Что это такое? И он открывает. Он как-то с властями договорился. Ему выделили гимнасий на таком холме. Который назывался, вот откуда кинеки. Киносарк. Белая собака. Или белый пес. Ну, там что-то с Гераклом связано. Что-то там какие-то, какое-то прорицание там что-то было. Геракл получил. Там что-то белая собака что-ли приснилось ему. Или что-то такое. Ну, в общем, назвали Холлун Киносарк. И вот этот гимнасий ему выделили. И он бесплатно учит всех. В этом гимнасии. Я не знаю, где он брал деньги вообще на жизнь. Но, в принципе, зрелый уже антисфен отказывается вообще от любой собственности. У него остается только посох, сумка и плащ. И больше ничего. Босой на голое тело этот плащ надет. Вот он очень эпатажный такая. Эпатажная фигура. Он говорит человеку, больше ничего не надо. И он сам называет себя пес. Я пес. Собственно, кинеки это собаки. Хотя он взял изначально просто... Ему очень понравилось вот это название Киносарк. Белый пес. Он говорит, о, здорово. Я и есть белый пес. Я вот такой человек. То есть это какое-то возглавление и доведение до максимума своего собственного утащения ничто. Какой-то сложности какой-то, какой-то ублюдочности. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Вот он такой, да, вот как Сократ, в принципе, в этом смысле он же стыдился себя, да, и считал себя плохим человеком. И вот он идет по этим же следам. Это очень похоже на русский космизм. На Федорова, который был бастардом. И вот вся его философия была бастардной философией. Вот очень похоже. Такой вот анархизм. Что он делает? Он принимает всех, у кого нет денег. Кто хотел бы учиться философии, но денег нет, он говорит, идите все ко мне. И у него, в общем, не очень мало учеников. Не очень-то мало. Так, как он говорил, чему научился у Сократа. Во-первых, выносливости. Во-вторых, бесстрашию. Социальному такому бесстрашию. В-третьих, что единственное благо, которое есть, это добродетель. Причем выраженное не в словах, а в делах. Ну, как Сократ, да, вот он добродетельно умер. Все уже увидели, о, вот так надо жить, вот так надо умереть. Ну, как все. Ну, вот Антисфен и Сатова еще. Так, что я еще должен сказать? И к нему однажды приперся, ну, тот, о котором мы будем говорить в следующий раз, Диоген из Синопа. И он смотрит на него, что вот, ну, такой преданный ученик, да, вот ходит за ним, еще что-то. И он говорит, что ты за мной ходишь? Ну, начинает его прогонять, то есть испытывать, испытание такое. Тот говорит, ну, хожу, хожу, хочу мудрости научиться. А он говорит, вот видишь этот посох, я сейчас тебя и забью. Ну, убирайся отсюда. Ты тоже собака вот какая-то привязчивая. А Диоген ему говорит, ты не найдешь настолько крепкого посоха, чтобы я ушел. То есть ты об меня обломаешь много чего, но я не уйду. И он тогда оставил его по себе как главного ученика. А когда уже был старенький и болел, он говорил, кто бы меня избавил от этих страданий? Ну, и Диоген, как лучший ученик, подал ему нож. Он говорит, идиот, не от жизни, а от страданий. То есть, да, он различает. Вот это важно. Так, значит, теперь переходим к их учению. Основная идея, наверное, кинизма – это свобода. Свобода от всего. От всего вообще. В греческом языке называется апидевсия. То есть, он необходимо... Знаешь, вот слово «человек» сюда не подходит. Почему они собакой себя называли? Собаками себя называли. Нет никакой человечности. Нет никакой идеи человека. То есть, идеи, может быть, и существуют, но они не как у Платона. Они не замершие. Все течет в этом смысле. И поэтому свобода. Свобода – это настоящая жизнь. Это вот, если вспоминать Диогена, прохожие гуляют по набережной в Афинах, а Диоген ходит задом наперед. Они ему «ха-ха-ха, какой идиот». Он говорит «Вы знаете, а вы задом наперед живете, что-то над собой не смеетесь, и смеетесь над тем, что я прогулялся немножко задом наперед». То есть, вот неправильно живут все люди. Необходимо освобождаться. Это же тоже диктат сам по себе. Не говори так. Ему бы не понравилась эта мысль. Ты обижаешь. Да, но Платон на это и указывал постоянно. Конечно, да. Он говорит «Ну, вы же, блин, позеры просто. И вы не свободны от этой позы». Нет, считали они, вот мы свободны. Свобода от всего, в том числе, знаешь, от чего? От своих желаний. Вообще от всего. От навязанной нравственности и морали – это все хорошо. От желаний. Свобода политическая от демократии. Демократия делает несвободным. Свобода от привязанности ко всему вообще. Вплоть до того, что у одного… Блин, что-то про Диогена много начинаю говорить, да? Ну, надо бы приструнить себя. Ну, ладно. Вот скажу еще чуть-чуть. Встречает он одного старика, вольноотпущенника, бывшего раба. У него пираты дочь украли, в рабство продали. И он рыдает. Он ходит, его жизнь закончилась. Единственный человек, который близок к нему был. У него ничего нет. И он рыдает. А Диоген говорит, ну, что ты привязываешься к ней? Ну, будь ты свободен. Ну, то есть, вот такая, да? Ну, действительно. А что ты плачешь, если можно не плакать? Что ты не свободен, если можно быть свободным? Жутко вообще-то. Как будто бы… Привязанность же и правда делает нас человеком в каком-то смысле. Более того, кинеки в этом смысле очень люди. Они привязаны к своей философии, привязаны к диктату. Они привязаны к своей свободе, короче говоря, да? Они же под диктатом ее четко находятся. Вот за что я их не люблю. За то, что они не рефлексируют самое важное. Себя. Предпосылки себя. Предпосылки своего поведения. Они не рефлексируют этого. Стоит рефлексировать и окажется, что я тут вообще впал в догматизм. Ну, неприятно. Вот они рассказывают про свою текучесть. Про свою постоянную текучесть. Между прочим, Платон очень много спорит с антисфеном. Мы недавно читали какой-то диалог. Возможно, софист. Вот я не помню. Там комментатор говорил, что это антисфен. Вот с кем Платон спорит. То есть он как раз и показывает, что вот они такие вот прям текучие. Только они не рефлексируют собственную замкнутость в этой текучести. Ну, ладно. Значит, дальше. Они берут то, что взял Сократ у Гераклита. Идею Логоса. Логос есть. Он един. И он... Он... Знаешь, что делать? Он именует вещи. То есть он есть правда. Он именует все вещи на свете и выдает им единственные имена. Нет множественных имен. Есть единственные имена. И это у каждой вещи. И это означает называть вещи своими именами. Можно сказать... А? Что? Я правильно поняла. Нет классификации. Нет принадлежности какой-то. Все разрублено. Вот он как раз говорил Платону. Ты говоришь про какую-то идею, например, лошадности. Я вот лошадь вижу. А лошадности никакой не вижу. На что он уповает? Что мир... Ну, бытие, хорошо. Дано нам в чувственном восприятии. Ну, раз оно так дано, значит, так оно и есть. То есть, лошадь есть, а лошадности нету никакой. Интересно тут вопрос, да? А что же делает лошадь лошадью? Да, почему тогда мы называем ее лошадью? Ну, и называй ее там вот это буренка. Это огонек. Да, там. Ну, как-то так называй их. Почему ты говоришь слово лошадь? Ну, вот так. Он, значит, еще что... Как спорил с Платоном. И вот это мне, кстати, очень понравилось. У него, у самого, в одном из его сочинений есть тоже миф о пещере, где он специально противопоставляет этому мифу Платоновскому. Он говорит, вот есть гора, вершина горы. И вот там же, где вершина, там и пещера. Что это означает? Что истина, она вообще-то везде есть. И снаружи, и внутри. И вот этот пафос выбираться наружу, это что-то очень иллюзорное. Потому что везде есть правда. Не нужно совершать... Ну, понятно, да? Тут хорошая такая мысль, интересная. Вообще у него много интересных мыслей. Я должен признать это. И, может быть, он их сам до конца не рефлексирует. Но, по крайней мере, интеллектуальная интуиция его там не подводит. Вот. Еще одно слово в сегодняшнем Тезаурисе. Правда, оно латинское и более позднее. Но он указывает, что невозможно классифицировать, поскольку не существует родовых и видовых отношений. У Платона же четко есть роды, великие роды и виды. Ну, а уже Аристотель там вообще разовьет эту идею. Антисфен говорит, нет. А раз нет, то на самом деле нет универсальных свойств. А это значит, и против этого, по-моему, в Софисте все-таки Платон выступает. А раз нету, значит, нет предикатов. А значит, субъект и предикат. Вот у нас два слова. Субъект, предикат. То есть, свойства, качества. Предикаты не привязаны к субъекту. Предикаты – это субъекты сами по себе. Что такое субъект и предикат? Вот есть, блин, не очень хороший пример. Вот есть стакан, он стеклянный или он полный – это предикат. Стакан – это субъект, стеклянный или полный – это предикат. Нет, есть стакан, есть полнота, есть стекло, говорит Антисфен. Все разрознено. То есть, предикатов не существует. А человек… Ну, Платон здорово. Опять как будто про отсутствие отношений каких бы то ни было, да? Прямо у него свистит как. Ну, ты метко рефлексируешь. Я тоже так считаю, что это вот оттуда все идет-то. А Платон в этом смысле совсем другой человек с другим происхождением, да? Поэтому у него другая философия. Они не договорятся, да? Но Платон-то при этом всем очень красиво разбивает его логику у себя. В Софисте, в Теетете и так далее, да? А что может разбить Антисфен, да? Он может сделать какой-нибудь выпад, какой-нибудь вброс, выброс. Он может сделать какой-нибудь перформанс, да? Ну и хорошо. Но с другой стороны, Антисфену кажется, что он-то как раз разбивает Платона. Он не хочет привязываться, в том числе к текстам, к давлению текстов. Он говорит, человек вообще вот хорошо, если человек от всего отказывается, от всего освобождается. В том числе от благ, от социальных благ, которые... И тут тоже, в общем, к этой мысли стоит прислушаться. Он становится равен богам. А почему? Потому что он открывается, он же смотрит на своего учителя Сократа, он открывается свободе для смерти. Ну понятно, да? Если я привязываюсь к вещам, например, да? Я как-то очень... Я не хочу быть свободен для смерти. Я уже, в общем, и рабом вещей не против побыть. А что это значит? Открывается для свободы для смерти. Сократ свободен. Он выбирает свою смерть. Он идет туда, и он делает свою смерть гармоничной и счастливой. Ну и здесь Антисфену есть. В чем упрекнуть Платона? Тот-то не явился на казнь Сократа. Ну вот о ком речь. Сказался больным. А этот явился. То есть этот достаточно мужественный человек, Антисфен-то вообще-то. И это значит, что он больше, чем Платон, по крайней мере, на тот момент, он открыт для этой свободы к смерти. И он говорит, что хорошо человеку... Вот хорошая жизнь – это что такое? Когда человек счастливо умирает. Это значит, он как-то очень правильно жил и правильно умер. А идеал его, вот это удивительно, это Геракл. Геракл не привязан ни к чему. У него есть дубина, как посох, и шкура, как плащ. Все. Он живет, как хочет. Как собака. Он ни к чему не привязан. Он идет туда, куда ведет его судьба. И встречает все, что она ему посылает. Знакомая, кстати, какой-то пафос. Что-нибудь напоминает этот пафос? Из чего? Ну, из философии дальнейшей. Ну, не знаю, может, ни шарство какое-нибудь там. Ну, блин, с Ницшей вот тут как бы все сложно. Ницше чертовски сложный, да? В отличие от этих очень простых ребят. Стоицизм. Потом от антисфена родится стоицизм. То есть вот живи, как живется, и принимай все, что тебе приходит. Встречай это достойно. Ну, вот тут сложно как-то. С одной стороны, как будто они такие смелые, да, ребята. С другой стороны, это ведь тоже трусость. Можно. Можно. Как будто бы расставлять, да? Это же тоже, это как раз, если я привяжусь, если я вступлю в связи, то тогда мне страшно умирать, да? То есть, а-а-а. А, вот да. А вот, да. А они в этом смысле все-таки, видишь, они очень, очень греческие, да? То есть вот выстаивай в этом, совершай эту аскезу, совершай самодисциплину для того, чтобы воспитать себя, да? Иначе ты себя развратишь. Это очень греческая такая позиция. И вот, чтобы воспитать себя, чтобы стать как Геракл, необходимо практиковать эвдемонию. Такое, знаешь, веселое благополучие. У меня все есть. Самодостаточность, ну, самодостаточность там еще одно слово тоже в тезауросе. А это вот второе, третье, да? Третье слово в нашем тезауросе – эвдемония. Ну, то есть, вот у меня есть дубина, вот у меня есть моя сила, мое умение, моя храбрость. Как бы, ну, то есть, это такое, знаешь, это такой пафос такого бродяги-рыцаря, бродяги-бойца такого. Вот я иду, и я буду смел со всем, что мне встретятся. Если меня убьют, что ж, я вот такая, значит, у меня это самое, да? Такая вот у меня планита, такая у меня судьба. Я встречаю это с достоинством и весело. Это тоже напоминает Нитши, кстати, да? Я встречаю это с весельем таким. И, фактически, он говорит, ну, вот есть природа, да? Какая там человечность, что мы на придумывали? Есть природа, она естественна. Тогда нам надо назад к природе. Фактически, во-первых, это немножко напоминает пафос Толстого, такое, о прощении. Вот, будь проще. А если с философской точки зрения, в конце девятнадцатого века, начале двадцатого, Гуссуры скажет «назад к вещам». Назад к самим вещам. Вот если так вслушиваться в идеи антисфена, они весьма интересны уже становятся. То есть, существуют сами вещи, сами по себе, а мы их, понимаешь, вот как у Парменида, мы их заляпываем. Заляпываем чем? А вот чем? А вот ответь, а чем мы их заляпываем, кстати? Ну, наверное, моралью. Да? А мораль относится к какой сфере? Ну, к отеческой, как бы, да. Ну, а вот, я имею в виду, мораль к чему относится? То есть, что больше, чем мораль, что вот ее тоже порождает, эту мораль? Наверное, я не очень понимаю, в каком контексте мне размышлять. Ну, социальное. Да, социальное. Все ты понимаешь. Социальное. Да. Социальное – это зло. В каком смысле? В каком смысле? Социальное происходит из города, говорит Антисфен. А город противостоит природе. Таким, это интересная очень мысль. То есть, сама культура, она противоестественна. Она отрицает природу. И социальное, все социальные связи. Да, у него есть там наивность, что надо их отбросить. Ха-ха-ха. Он, образуя новые социальные связи, говорит, что их надо отбросить. Он, вкладываясь в культуру, говорит, что их надо отбросить. Это уже, конечно, несерьезно. Но вот эта идея, идея городской культуры, которая вырывает человека из природы и делает его противоестественным существом, который забывает естественное и увлекается чем-то другим. И в этом увлечении забывает сам себя и уже становится таким обсессивным. Навязчивое накопление, например, знаний и так далее. Он здорово рефлексирует на самом-то деле. И здесь он противостоит Платону, конечно, идеально. Потому что для Платона городская культура это номер один. И Платон говорит, что в городе там можно, ну, государство начитаем, найти справедливость. А он говорит, город это и есть несправедливость. То есть город, он ее порождает несправедливость. И справедливости никакой не будет в городе никогда. Как бы, да, клево. Но прям сильное вытеснение огромной жизни как будто бы. Ну, а какое? Ну, да, если говорить словами психоанализа, вытеснение, да, и все вытесненное на нас и влияет как раз. То есть оно на него и влияет. Естественно, оно его конституирует. Но он дальше усиливает тезис. Сам разум человеческий, именно человеческий разум противостоит природе. А дальше он начинает интерпретировать мифы. Правильно, Зевс распял Прометея. Потому что Прометей это культурный герой. Он дал людям орудия культуры. Позволил разводить огонь. И за это Бог карает Прометея. То есть, давай интерпретируем эту интерпретацию. Ну, по крайней мере, я попытаюсь это сделать, как я уже рефлексирую. За все противоестественное приходится платить огромную цену. Антисфер не согласен с этой ценой. Платон с ней согласен. Но он хорошо это рефлексирует. То есть, возможно, если бы не его рефлексия, и Платон был бы победнее. Дальше он развивает собственную теологию, которая опережает Аристотеля. Что он говорит? Боги, несомненно, существуют. Но это несерьезно. Существует Бог. Единый Бог. И Логос это его проявление. То есть, есть один Бог. Слушай, по сути, я уже все рассказал, наверное, на сегодня. Ну, то есть, если прям совсем так уже резюмировать. Он, в общем-то, не безинтересный мыслитель, который даст течение, например, в том числе толчок. И, ну, какой-то такой опосредованный уже толчок и в франкфуртской школе, например. С их и негативной теологией, и с их идеей вот этой вот диалектика просвещения. Потом мы это сильно позже будем проходить. Да, где сам разум абсолютно противоестественен. А значит, он противится даже самому себе и начинает сам себя разрушать. Вот, пожалуйста. То есть, а он уже рефлексирует это. Может быть, не настолько очевидно, очевидным образом, но все-таки у него есть вот это понимание. Ну, такая вот интеллектуальная интуиция. Ну, до сих пор. Ну, вот я же говорю, например, там, современный какой-нибудь трансгурманизм, да. Когда я даже не просто от какой-то коллективной как раз идентичности отказываюсь. Я отказываюсь вообще от коллективной идентичности человек. А этому вообще. От человека я отказываюсь, да. И вот это то, до чего доводит разум. Понимаешь? Вот какая штука. То есть, сам разум сам по себе, он очень негативен. Он, не сказать, что там он зло. Хотя, в принципе, да, можно и так сказать. Но он негативен в каком смысле? Он противостоит природе и в пределе самому себе. Так, ну что, дальше мы радиогена уже будем говорить. А сейчас тогда резюмируем тезаурус. То есть, у нас появляется философское понятие свободы вот здесь. И потом оно будет много-много где. В основном в 20 веке уже много кто будет говорить о нем. То есть, это апедевсия. У нас появляется самодостаточность. Я ее не назвал. Сейчас назову. Автаркия. Вот слово авто, ауто. Самодостаточность. Ну вот у нас появляются два слова. Правда, может быть, слишком скоропалительно. Ну, пока что субъект и предикат. Именно в старом латинском значении. Это не тот субъект, который мы говорим. Ты субъект, я субъект. У нас интерсубъективные отношения. Не в этом смысле. Субъект как предмет. Изначальное его слово. Изначальное это значение. Это предмет. Или можно еще сказать подлежащее. Подлежащее и сказуемое у нас появляется. Субъект, предикат. Субъект это подлежащее. Предикат, сказуемое. То, что можно о нем сказать. Так вот он их разводит. Философия языка тоже XX века, это потом будет многими философами языка, естественно, это будет все отражено и развита эта тема вообще, что может быть их правда стоит развести, суперит и предикат. Вот. Дальше у нас появляется слово теология, оно правда было и до него, но как будто бы философский дискурс он его ввел все-таки, теология, то есть изучение, как анализ Бога, вот так можно сказать, анализ существования Бога. Слово аскеза, которое вообще-то означает упражнение и аскеза уже существовала в греческом мире, но она была упражнением в удовольствиях. И вот именно здесь аскезис, именно от него становится в лишении себя, отбрасывании всего лишнего, в выбирании минимума. До этого аскеза означало совершенно другое, то есть он поменял значение этого слова. И эвдемония, вот эта вот благополучная веселость. То есть, как можно заметить, вроде бы он как будто бы считается такой тупиковый, ну вот Киники, тупиковый вроде бы ветвь философии, но он очень сильно повлиял на дальнейшее. Интересно, правда. Прикольно. Все, в следующий раз у нас очень веселый человек, который еще больше усилит все эти тезисы, не будет теоретизировать вообще, будет страшно всех троллить, и это будет смешно. Это Диоген Синопский. Это что означает? Это же плохой жест, вот так надо показывать, ты знаешь? Подожди, а вот это... Вот это Виктория, а это означает очко порву. Спасибо. Спасибо.